Наши праведные предшественники, ас-салифу-салих, уделяли огромное внимание этому вопросу, очень бережно относились к нему. А как же может быть иначе, в то время как посланник Аллаха, ас-саллиллаху алейху ас-салям, часто упоминал им хадисы, указывающие на достоинство Кияму-Лляйль, а в частности на Кияму-Лляйль в месяц Рамадан, как сказал посланник Аллаха, ас-саллиллаху алейху ас-салям, в хадисе, который приводится в двух достоверных сборниках от Абу Хурайры, Тот, кто будет выстаивать ночные дополнительные молитвы в месяц Рамадан, с верой и надеждой на награду Всевышнего Аллаха, то будут прощены ему все предшествующие грехи. Обратите внимание, посланник Аллаха, ас-саллиллаху алейху ас-салям, в этом хадисе, связал эту награду, то есть прощение всех грехов, именно с этим коротким периодом времени, то есть совершением дополнительных желательных ночных молитв именно в месяц Рамадан. Мен кама Рамадан, сказал тот, кто будет выстаивать месяц Рамадан, как будто бы говоря, если ты постараешься, вытерпишь, выполнишь вот эти считанные дни, 29 или 30 дней, то будут стерты все твои грехи, которые были до этого. В этом содержится указание на достоинство этого месяца и достоинство совершения дополнительных молитв в этот короткий благодатный промежуток времени. Также можно подчеркнуть то, что из того, что помогает верующему, поддерживает молящихся в этот месяц, это то, что дополнительные ночные молитвы в месяц Рамадан совершаются джамаатом. Очень часто совершаются джамаатом. Основа, что ночные молитвы совершаются в одиночестве, наедине в своих домах, Но чтобы облегчить мусульманам их выстаивание в этот месяц, было узаконено Всевышним Аллахом Субханаху Аталя их совершение в мечети группой, то есть джамаатом. Доводом же на это служит хадис Аиши, который переводится в сборниках имама Аль-Бухари и муслима, где сказано, Сообщается, что однажды посланник Аллаха Субханаху Алейху Алейху Асалям глубокой ночью вышел в мечеть и совершил там намаз, и за ним, присоединившись к нему, также совершили некоторые люди намаз. Когда же наступило утро, люди начали рассказывать друг другу то, что они совершили намаз за посланником Аллаха Субханаху Алейху Асалям в эту ночь. На следующую же ночь уже собралось больше людей, и также совершили намаз за пророком Субханаху Алейху Алейху Асалям. И наутро снова начали рассказывать об этом людям. Когда же наступила четвертая ночь, то мечеть переполнилась и уже не могла вместить в себя всех желающих прочитать молитву. И в этот день посланник Аллаха вышел людям только на утреннюю молитву, то есть только на салат-уль-фаджр. И после того, как он совершил салат-уль-фаджр, обернулся к людям и сказал Пророк да благословит его Аллаха и приветствует, сказал Воистину не скрылось от меня ваше нахождение здесь, но я побоялся, что эта молитва станет для вас обязательной и вы не сможете ее совершить. То есть объяснил свое отсутствие в эту ночь, сказал то, что он не вышел к людям совершать дополнительный намаз, боясь то, что этот намаз станет фардом для них, подобно как пятикратному ежедневному намазу и люди не смогут выдержать этого, люди не смогут совершать его постоянно. Именно это послужило причиной того, что Мухаммад не вышел к людям ночью в этот день, а вышел только на утренний намаз и объяснил им причину своего отсутствия. И как сказано далее в хадисе Фатуфи, «Расул Аллахи салли Аллаху алейху вассалям, вал амру аля дзалик». А затем посланник Аллаха салли Аллаху алейху вассалям скончался и люди оставались на этом, то есть люди оставили совершение этого джамаатом. Также как сообщается в другом хадисе от Аиши, рада Аллаху анха, «Анна Расул Аллахи салли Аллаху алейху вассаляма салля ва дзалик афи Рамадан». И пророк салли Аллаху алейху вассалям совершал эту молитву именно в месяц Рамадан. После этого таким же оставалось положение наших праведных предшественников относительно этой молитвы, относительно ночных намазов в месяц Рамадан. Продолжалось это во время правления Абу Бакра, который был занят Харбу Ридда. И только во время правления Умара ибн Аль-Хаттаба, рада Аллаху анху, он, рада Аллаху анху, собрал людей за одним чтецом. И это было первый раз, когда люди собрались за одним чтецом в месяц Рамадан. Как это передается в хадисе от Абдуррахмана ибн Абделькари, он сказал, «Харат, что мааа Умара ибн Аль-Хаттаб рада Аллаху анху, лейлятан фи Рамадан илэль-Мазджид. Однажды я вышел с Умаром ибн Аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, ночью в Рамадан в мечеть. Файдан насу аузааун мутафаррикун». И люди были раздроблены, разобщены. Один человек читал намаз самостоятельно, в одиночестве. В другой же стране совершал намаз человек, к нему присоединилась какая-то группа молящихся, и они читали вместе. «И сказал Умар, воистину я считаю, что если я соберу этих людей за одним щецом, то это будет лучше». «Затем он решился так сделать и собрал их за одним щецом, и это был Убей ибн Аль-Хаттаб. «И когда мы вышли в мечеть в другую ночь, говорит передатчик этого хадиса Абдурахман ибн Абдель-Кари, вместе с Умаром, рада Аллаху Анху, то увидели, что люди совершают свой намаз за одним имамом, на что Умар, рада Аллаху Анху, сказал, Как же прекрасно это новшество. В этом хадисе содержится указание на желательность совершения ночных намазов Рамадан, джамаатам, и на то, что это дозволено и узаконено у нас в Шариате Барак.